И вы по моей реакции поймёте. Ты видел? Девчонки, привет! Это наше второе включение. Новый вложик. Сегодня мы улетаем в Дубай. То, в принципе, куда мы и собирались. На море, так сказать. Мы сейчас в аэропорту Сочи. У нас вылет в 00.55 у нас посадка на самолёт. И в час 15 мы вылетаем. Наши билетики здесь красивые. Сейчас будем идти проходить таможню. И будем уже проходить в зал ожидания. Спать не хочется. Кстати, мы вообще офигели от того, насколько в Сочи в асфальте бегают вот такие оранжевые тараканы. Мы сначала не поняли, что это такое. Потом, как увидели, подсветили телефоном, мы вообще охренели. Они очень награды. Да, они очень быстро бегают и под ноги бросаются. Девчонки, всё, мы прошли таможенный контроль. Сейчас мы в duty-free. Тут уже всё в евро. Вот, мне понравились одни конфетки. Скуби-ду. Помните такой мультик? Скуби-ду. Вот. Хотела сейчас взять, но потом подумали, типа на обратном пути лучше, чтобы вес рюкзаков не увеличился. Ну, он такой маленький достаточно, да? Ну, не знаю, что он маленький. Жалко, мы хотели... Я нашла Кит-Кат. Как вам Кит-Кат? Кстати, стоит 20 евро. Ой. Спина старостной радости. Девчонки, сейчас время 23.53. Я закончила склеивать кусочки уже с сегодняшнего дня. Да, за 7 июля. Вот. У меня получилось вместо часа сжать его до 25 минут, чему я очень рада. Пришлось некоторые моменты убрать, потому что слишком затянуто. И когда я снимала то, как мы взлетали и, в принципе, летели, из-за того, что я ускоряю видео, чтобы все 10 минут не смотреть в облака, оно начинает сильно трястись. И это не очень смотрится вообще прям некрасиво. И я думаю, в этом видео, которое я сейчас сделала, будут некоторые помарки в плане звука. То есть где-то громче, где-то тише. И особенно будет слышен шум самолета, который я не могу, к сожалению, убрать. Но на память не выпустить этот влог на своем канале я тоже не могу. Типа, это надо оставить на память. Мы тут с Димой сидим и кукуем. Ну что, как я пошел? Да, я нашел наш рейс, который отправляется в час 35 на дабло. А потом второй раз, когда подошел, его уже там не было. В смысле? Ну, там последний рейс сейчас в час 35. Скорее всего, они просто добавили еще рейс. И поэтому наш рейс как бы вытолкнулся из этой таблицы. Через 10 я еще раз буду проехать. Скорее всего, он там появится. Ну ладно. У нас сейчас планы такие сохранить видео. Кстати, могу показать, как это выглядит. Вот. Фокусируйся. Вот это вот все. 25 минут. Вот видите, как звук скачет. И я не могу убрать, потому что здесь, например, я говорю. И получается, что если я убавлю шум самолета, меня вообще не будет слышно. Только я как рыба буду мам. Ой, короче, страшновато. Но сколько там градусов сейчас на Дубаях? Здесь 25 в Сочи сейчас. А в Дубае у нас... А, еще. Тут очень много детей. И мы боимся, что к нам рядышком будет сосед, ребенок, который очень кричит. А вдруг? Нет, рядышком с нами никого не будет. У нас два места, и два из них мы занимаем. Максимус впереди и сзади. Ну, я и говорю, спереди и сзади. Ну, короче, сейчас вот практически ночь, да, 12 часов. В Дубае 35 градусов. Да, но ощущается, как 41. Серьезно? Прекрасно. Просто прекрасно. Ладно, девчонки, не буду занимать много времени. Сейчас встретимся уже в самолете. Также, еще раз повторюсь, я сейчас ставлю на сохранение. И мы будем смотреть одну серию закрытой школы. Я без этого не могу. У меня прям трясучка какая-то. Потому что я в самолете, когда летели в Сочи, хотела посмотреть, а мы ничего не скачали. А тут хотя бы мы, если получится, скачаем хотя бы одну серию, чтобы время скоротать. И мне очень интересно, что у нас будет из предложенного из еды. Я как из голодного острова. Девчонки, чтобы вы понимали, с обработкой идет тока-тока. А посадка еще не началась, но она как бы в 5 минут уже должна литься. Мы стоим сейчас в очереди. Вот так вот с ноутбуком. Так, у нас остановили, а в час тридцать, в час тридцать, в час двадцать. Мы еще даже не начали посадку. Где наш самолет? Я не вижу наш самолет. А где он? Час тридцать пять. Вот он, Шарджа. Регистрация не окончена. Так, спокойно. У нас, девчонки, время, час двадцать шесть. У нас вылет в тридцать пять минут. Я, честно, не представляю, что сейчас будут говорить. Скорее всего, будет задерживать рейс. Потому что, ну, окончание посадки было, вообще, в двадцать минут. А мы что-то какого-то обусе не пропали. Самолетики разные, мы стоим. Но не наши. Смотрите. Интересно, на каком мы сейчас полетим. Ну, собственно, на таком самолетике мы полетим в Дубай. Специально остались последние. Сейчас время тридцать две минуты практически. Судя по времени, мы уже должны были вылетать. Да, они у нас. Посмотрим, как будет внутри в этом самолете. Но они, кстати, прям одинаковые. Мне кажется, то же самое будет. Нет? Мы почти дошли. Надо тронуть самолетик. Буду пока снимать на телефон, потому что фотоаппарат не хочет заставать, потому что немного замерзло. Вот, опять окошко у нас получилось чуть-чуть дальше от нас. Вот. Самолетик тоже такой маленький, аккуратненький. В этот раз у меня это ощущение в консервной банке. Типа я уже первый раз попробовала, мне сейчас нормально будет. А, добрый вечер, дамы и господа, говорю, с командир корабля. Тут у нас вот так же такой столик. В том самолетике была металлическая вот эта штучка, я заметила. Здесь пластмасска. Но стол здесь значительно... Или, мне кажется, или он побольше. Девеста больше. А, ну ладно. Может, это из-за того, что мы только вдвоем сидим. То есть, что у нас третьего человека, как в том ряду, нету. Вот. Очень так приятненько. У меня уже мозг плавится, потому что ночь. И я немножко не соображаю. Время час сорок один. В полете сказали, мы будем три часа двадцать минут. Ну, вот такой самолет. Время час сорок один. Время час сорок один. Девчонки, ремочка до тридцать восемь. Здесь нужны масочки. Мы прилетели. Сейчас вышли с автобуса. А в городе Шарджа мы приземлились. Вот. По этому поводу тоже немножко попозже расскажу. Там тоже без приколов не обошлось. Сейчас будем что-нибудь смотреть. Как тут выходить. И что дальше делать. Я надеюсь, здесь можно снимать. Носили в автобус. Ну да, я ж только себя. Просто тут очень много национальной... Ну, не в форме, а костюмах, наверное. Короче, буду снимать только себя. Крайней мере, пока что. Очень странно. Время... Семь сорок два. Уже местная. У нас, естественно, Московская, по 6.2. Короче, нам сейчас помогли с автобусом. Мы ждали автобус. Мимо нас проехал тот автобус, который был нам нужен. И мужчина, там один стоял, как я поняла, водитель из какого-то автобуса. Он нас покричал. И объяснил, что можно доехать на другом автобусе. Вот мы сразу за него... За него... В него сели. И ехать нам где-то в целом 2 часа до Аделью. Да? Да. С пересадкой. Сейчас покажу денежки, которые мы чуть-чуть поменяли так чисто на проезд. Потому что здесь, если менять, оно подороже получается. Вот. Сейчас покажу монетки. Монета в один дирхам. На нем изображена... Что-то пишу на обратной стороне арабской цифрады. Вот. Других у нас пока что нету. Но... Если из монеток бумажки или так такое... Это 10 дирхам. Красиво, очень красиво. 100 дирхам. Я не знаю, можно ли снимать окрестности, но... Мы поехали. Дима вообще говорит, что тут большие штрафы за то, что я сейчас делаю. Поэтому я буду максимально осторожен. Девчонки, времечко полдевятого. Мы съедим другой автобус, который идет до Дубая. Дубай-сити. Нам там нужно будет пересесть на метро и уже поедем дальше на метро. Мы оформили вот такие вот карточки. Сильверкард. Называется, закинули туда дирхамы. Это валюта. Местная. Так называется. Блин, я вообще спать хочу, у меня маска вообще не варит. Короче, как-то так. Ну, тут прям все в масочках ходят. Об этом что-то мы не подумали. А, и мы сейчас сидим на втором этаже, чтобы вы понимали, перед нами просто стекло. Вот так вот мы сидим. И вот перед нами вот такой видон. Типа никакого водителя вообще ничего нету. Флаг красивый. Большой такой. Все, поехали. Вот это страшновато. Мы с Димой сейчас начали замечать, вот если присмотреться, то местами почему-то очень много мусора. Именно на траве. На траве. Я имею в виду на газоне. Птичка. Мусор. Я чуть-чуть поснимаю, но я не уверена, что можно. Страшновато так, конечно, снимать. Ну, думаю, ладно. Первое впечатление вау. Очень красиво. Здесь еще... Кстати, ехать непривычно высоко. И самое интересное, здесь остановки. Они закрытые. И в них есть кондиционер. То есть туда заходишь, там очень прохладно. А на улице очень душно. Тут есть Макдональдс. Макдональдс. Все, приехали к метро. Спускаемся. Ой, чуть-чуть упала. Сейчас идем в какой-нибудь торговый центр, потому что времени еще много до заселения. Опа! Офигеть, вообще такая разница. В автобусе просто очень холодно, а здесь прям будет снят такой. Вот, нам потом надо будет вот сюда. Девчонки, времочка ровно 11.00. Мы все еще ходим по торговому центру. Нас развели на духи. Точнее, на парфюм, который... Как у арабского шеи. Не, ну, что прикольное. Нам нужно что-то такое, чтобы было не жалко оставить. Так вот, купили масликса с ароматом персика. Сейчас взяли полотенчики, взяли переходник и вилочку. И мы в поисках тапочек, потом покушать. И в планах уже и в метро и в го в отель на регистрацию. Там заселение с двух. Как раз подъедем. Опять. Меня что-то еще в бок прихватило. Хрен знает почему. Тут, кстати, столько прикольного. Я особо не снимаю, потому что достаточно много людей. И где-то, да, кто-то всегда есть. Надо будет почитать, можно ли тут вообще вести съемку. Потому что, ну, ссыкотно, однако. На входе тоже прикол один был. Мы заходим, а у меня маска вот так. То есть я по торговому центру вот так ходила. Потом мы заходим именно вот в этот. Как я поняла, здесь магазинчик одежды продуктовой. Ну, знаете, а-ля шан, вот такое лента, где и продукты есть, и как бы товары для дома, одежда и бла-бла-бла. Техника. Техника, да. И мне охранник такой, маска. Я такая, what? А, нет, я сначала не была, я так на него, что? Он такой, маска. Причем говорить непонятно. Я такая, what? Я прям подхожу к нему. Он такой, маска. Я такая, оу, типа, соль. И все. Я такая, блин. Тоже глухая тетеря. После самолета реально уши закладывает. Что нашел? Я не знаю. Ну, нет. Короче, будем искать. Вот так надо вообще держать телефон. Все видно было, видите, какой он здоровый. Он даже туда все идет. И с другой стороны вот так же. И тут очень много рядов, куда можно будет походить. Вот, мы сейчас находимся в пятой зоне. Это Дейли-сити-центр. Нам нужно добраться в соседнюю зону, шестая, в остановку Бурдж-Халифа. Отель у нас рядышком. Мы отсюда либо пешком зайдем, либо на автобусе. Ну, я думаю, пешком. Ну, да, да. Давай пешком попробуем. Ну, да, пешком. Метро тут закрытое. Вот. И тут, кстати, у них написано, видите, по центру люди выходят, а по бокам с двух сторон люди должны заходить. Вот, в конце есть розовые вагоны. Вот там. И написано розовое. Вот здесь вот. Туда только могут девушки заходить. А первый вагон, он золотой. Там такая же... Типа не синяя, а золотая, написано голодка у нас. Все. Ай, у нас еще появилась морковка. Мяяяя. Мы вышли с метро, и посмотрите, какое здоровое здание. Офигеть. Та самая Бурщ-Халифа. И это мы еще к ней вплотную не подошли. Типа, ну, недостаточно так идти минут 10, наверное, 8-10 минут. Обалдеть. Красоти. Девчонки, уже почти час дня. Мы с Димой злые. Это вообще мягко сказано. Нас навигатор повел вообще не знает куда. О, ветерок. Ветерок. Какой хрен. Короче, нас навигатор повел через Дубай-мол. Мы вот такие вот. Я с морковкой, Дима вот с таким пакетом, с какого-то магазина а-ля продуктового. Нам даже духи никто не предложил. Один раз. Понюхать. Чтобы вы понимали, навигатор нас повел пешком, но как машину. Мы прошли всю эту парковку, где, ну... Мы прошли всю подземку. Мы прошли сверху первый этаж, на второй еще поднимались, по-моему, по эскалаторам покатались. Ой, блин. Ну ничего. Время час у меня уже на шагометре или выкунув шагой. Все. Я плавлюсь. Мне плохо. Короче, там больше уже десяти с половиной тысяч шагов. А день только начался. Я уже мечтаю о душе. Я даже не могу объяснить, насколько здесь душно. То есть... Последний раз так душно. Мне было в сауне, наверное, в фитнес-зале, когда я вот была год назад или что-то там. Вот там, да. Там заходишь, и как будто сразу парилка. Но плюс в том, что куда бы мы ни зашли, магазин, остановка, тот же Дубай Молл, туда просто, когда вот только-только дверь открываешь, там сразу поток холодного ветра от кондиционера. И ты такой выдыхаешь. Потому что тебе максимально резко, то есть там проходит минут... Секунд пятнадцать, и тебе сразу становится комфортно от того, что тебе уже прохладно. Сейчас нам самое главное, что мы выбрались на улицу. Остальное неважно. Вот он, кстати, Дубай Молл. Мы туда обязательно вернёмся. Там есть что показать интересного. Но не в таком виде, как мы сейчас. Капец. Душно, да? Я больше, что это как в парилке. Ну, тут очень душно. При том, что солнце затянуто облаками. Да, это ещё без солнца, кстати. Этрофиолет всё равно доходит. Согласна. Сейчас мы будем снова смотреть всё по навигатору, и не знаю... Мы выбрали отель недалеко от Бурж-Халифа. Но найти мы его не можем. Класс. Да. Это уже можно. А, всё? Да. Будем там, в райском здании. А, ну он за вот этими зданиями, короче, Дима говорит. Самое главное сейчас найти магазинчик. А вот Бурж-Халифа. Вот там за деревом, туда вверх идёт. Наверное, не видно. Девчонки, временечко. Тринадцать, пятнадцать. Мы добрались. Я там, наверное, неправильно искала, потому что у меня часы на час отстаёт, а в Дубай на час вперёд. И у меня такое ощущение, что пока мы шли, мы прям хорошенько подкоптились. Извиняю, что в маске, но тут надо в маске быть. Вот. И, наверное, где-то минут через двадцать мы уже пойдём на регистрацию. Надеюсь, у нас получится попасть в номер. Сам номер, наверное, уже буду показывать завтра. Но, типа, всё в одну кучу тоже неинтересно. И пока мы разместимся, это тоже на это время надо, чтобы было, хотя бы было о чём рассказать. Типа, что, где и тому подобное. В общем, будем ждать. Такие вот дела. Девчонки, временечко без четырёх минут. Вот два. Зима уже регистрируется. Вот. И сейчас мы узнаем, какой же нам номер достался, на каком этаже и в какую сторону. Тут есть три стороны. Либо более самое хорошее – это на дорогу, но там будет вдаль видно, интересно. Второй вид на строечку. И третий вид на здание. Прямо вот десять метров из здания. То есть окно к окну, грубо говоря. И этажей, так как я поняла, здесь десять для размещения. Тоже, ну короче, посмотрим, что у нас попалось. Через пару минут буквально. А мы ещё зашли в магазинчик. Взяли немного покушать. Тоже сейчас зайдём в номер. И покажу, но там немного. Ну что, сейчас попробуем. Девятый. Нет? Короче, мы не расслышали. Либо у нас девятнадцатый этаж, либо девятый. Девятнадцатый. Так, ну что, ищем наш номер. Тут прохладно. Ну, я так скажу, ничего так. Так, ладно, мы тут будем рассматривать всё. И потом уже, как я говорю, наверное, завтра я вам всё покажу. Ну, вообще, вообще, ну норм, норм. Так, просторненько. Так, я сейчас, наверное, вид посмотрю. И вы по моей реакции поймёте. Ты видел? Они ещё в пол. Короче, я это всё завтра покажу. Вот это... Вот это... Охренеть. Охренеть. А? Ладно. Короче, мы сейчас освоимся немножечко. В магазине мы зашли, купили вот такой сок. Он ананасовый. Дима взял себе вот такой сэндвич. Я взяла вот себе такие арбузики нарезанные. Так что, если вы кушаете, всем приятненького аппетита. Сейчас покушаем, немножко выдохнем. И, скорее всего, поедем на море. Девчонки, времечко ровно четыре. Вот Дубай Мол. Здесь Буршкалье. И мы сейчас потихоньку почему-то в пустом автобусе. Кстати, здесь есть зарядка. Попробуем добраться до пляжа. Но это не точно. Кстати, солнце вышло, и оно прям зенитие. Прям, ну, прибегает, так скажем, мягко говоря. Времечко полпятого. Чтобы вы понимали, вот пляж, и он полностью пустой. Здесь никого вообще ни души нет. И мы с Димой не понимаем, что происходит. Тут нет никого. Вообще никого нет. И на велодорожке. И вот там, где мы сейчас идем, вообще никого нет. Мы сейчас идем на соседний пляж. Может, там кто-то будет. Да, если мы сможем попросить. Ну, это максимально странно. Типа... А, нет, птички есть. Ну, в общем, мы построимся вот так. Пришли до следующего пляжа. Тут вроде люди есть. Наверное, сильно дует, извиняюсь. Ну, вот сейчас поплаваем. Попробуем, как водичка. Надеюсь, не холодная. А, сильно дует. Может, переодеваться. Сейчас я буду переодеваться и пойдем. Позагораем немножко и будем. Мы в чем-то временечко 18.23. 12 шагов. Мы уже покупались, поплавали. Особо там не снимали, потому что очень сильный ветер. Даже сейчас, скорее всего, очень сильный ветер. И я побоялась волн. Я максимально глубоко вообще не залезала. Можно сказать, плавала только Дима. А я так. Фу. До сих пор, вот, еще на голове. Кстати, красота реально слезает. Я много на себе капелька находила. Не знаю, загорели, не загорели. Но, возможно, обветрились. Вот. Блин. Меня теперь не могут гиппу тянуть. Спасибо. Но там что-то странное. Ладно, сейчас развяжу. Мы идем в поиск магазина, где можно будет купить шлепки. Потому что мы идем в кроссах. Это не очень удобно, ходить в кроссовках. Да, согласна. А так тут красиво, правда. Народу нет. Но нам это не мешает. Девчонки, времечко уже 20 копеек. Ну, сейчас точно скажу. 20 на 9. Мы сейчас... Мы не нашли никакие тапки. Мы просто походили по одному центру. И купили себе покушать а-ля шаурму. Но она была очень смешная. Она стоила практически 400 рублей на наши русские. Ну, типа там смесенчик, короче. И еще взяли макдональдс, хаппи мил детский. И тоже там уже его раздерванили. Я там не снимала. Во-первых, там было максимально шумно. Потому что это был как субпорт. Игрушку мы взяли с собой. Коробочку тоже взяли с собой. Картошечку и наггетсы мы сфоколи. И еще что-то. А, мы зашли в Данкен Дональдс. Я давно туда хотела сходить. Просто было наслышано про эту именно кофейню, так скажем. Кафешку. И мы взяли там три Эклера себе сейчас на вечер домой. На улице максимально темно. Хотя еще нет. Ну, вот только восемь скобейками. А на улице уже прям, можно сказать, теми. Вот. Короче, едем домой. Посмотрим, что будем делать. Надо будет сходить в душ. Потому что там мы все соленые после моря. И немножко хотим... Точнее, планировали, не знаю, будет или нет, пройтись по отелю и посмотреть, какие ресторанчики, в принципе, есть. Ремочка, 22.11. Нам еще 10 минут идти до отеля. Мы немного... Не захотели ждать нашу штуксу. Поехали на другом. Немножко ночного Дубая. Очень красиво и очень душно. Фух. Все, идем домой. Девчонки, временечко 22.49. Мы сегодня прошли с Димой 25274 шага. И это еще не конец, потому что мы умышь тут, умышь уходить. Вы видели этот вид? Просто-просто бомбезно. Разрыв башки. Но я, как обещала, завтра уже все покажу. Мы тут немножко хрумкая. Вот это вот то, что я и говорила. Данкинс. Или как он Данкин? Как правильно ты называешься? А то я тебя коверкаю постоянно. Ой, ладно. Смотрим закрытую школу. Точнее, стараемся найти ту серию, на которой мы остановились. Вот. Что-то я подрастроилась, потому что у меня пошел дождик. Да, девочки меня поймут. Я надеялась, что это все как-то сдвинется, но, к сожалению, день в день. Просто прекрасно. Склеивать кусочки буду я не знаю когда, потому что мы сегодня вообще дико устали. Мы не спим. Какую уже ночь. Но постараюсь. Либо сегодня, либо завтра тогда утром, перед тем, как выходить. Но на сегодня все. Поэтому всем спокойной ночи. Или хорошего дня. Так что вы давайте до завтра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok